Для того, чтобы оказаться в числе участников чемпионата по рукопашному бою, этим молодым людям сначала пришлось побороться за звание сильнейших внутри своих подразделений. По результатам состязания лучшие спортсмены Брещены вошли в сборные своей структуры. На этом этапе главной целью участников команд было получить путевку на республиканские соревнования. Задача не из легких, однако выполнимая. Тем более, что усидчивости и трудолюбия силовикам не занимать. Данный чемпионат проходит ежегодно. Здесь мы собираем все силовые структуры, входящие в БФСУ «Динамо». На данном чемпионате присутствуют такие команды, как сборная команды УВД Брестского областного МЧС, пограничные группы, департаменты исполнения наказаний и Брестского областного управления департамента охраны. Здесь собрались все лучшие бойцы данных силовых структур, которые проходят отбор, скажем так, тренировочных соревнований для участия в республиканских соревнованиях, которые будут проходить 27 апреля в городе Могилеве. Четко отработанные удары, захваты и броски. Моментальная реакция на действия противника. С первых поединков было ясно, борьба будет насыщенной. В традиционных состязаниях приняли участие как начинающие спортсмены, так и опытные мастера. Все они твердо осознают, чтобы оказаться на пьедестале, надо серьезно постараться. Я выигрывал неоднократно чемпионат органов пограничной службы Республики Беларусь. На этих соревнованиях, которые сейчас проходят, я тоже так же становился чемпионом. Ездил на уже городские соревнования на республике, но там я был только лишь призер. Для чемпионства я не дорос пока. Первый раз я попробовал этот вид спорта в армии еще в 97 году. То есть тогда я служил в погранвойсках и стал победителем чемпионата погранвойск по рукопашному бою. Ну и потом забросил это дело, ну и устроился служить, пошел служить в МЧС и пришлось возобновить занятия этим видом спорта. Так, профильный вид спорта у меня самбо, дзюдо. Как бы я мастером спорта являюсь по этим видам. Встретившись в одном поединке в своей высовой категории и Андрей Деменчук, и Василий Ватюхович показали высокий уровень физической подготовки. Соперники продемонстрировали серьезную борьбу и огромные стремления к лидерству. Однако встреча на одной арене завершилась победой военнослужащего Андрея Деменчука. В целом, по результатам поединка в командном зачете победителями стали военнослужащие Брестской краснознаменной пограничной группы имени Держинского. На втором оказалась сборная Брестского областного управления МЧС. Бронза досталась представителям УВД Брестского облсполкома. Несмотря на результаты, эти спортсмены будут продолжать совершенствовать физические навыки, ведь они знают не понаслышке. Упорные тренировки – залог успеха в данном виде спорта.